МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, Салахов – великолепный пример. Нашему американскому западному глазу эта картина так близка. Это же наша живопись в те же 60-е. А это потрясающая тонкая красная книга, ее корешок. Посмотрите, какое пятно, какая композиция. И как о многом это говорит. Оказывается, у вас в 60-е, кроме пропаганды, была настоящая живопись, прекрасная работа. Мы надеемся, что наша выставка поможет американцам отойти от стереотипов о социалистическом реализме. Человек не знает, где он. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы жили молчаливо, потому что 20 лет, когда мне один человек не пришел. Не было у нас в доме. Мы не были окружены вниманием. Мы не были соучастниками этой жизни. Мы были отброшены в совершенно другую категорию людей. С нами не здоровались и не общались. Все это было гораздо сложнее психологически. Поэтому в этом отношении каждый день в жизни был для нас подарок. То, что произошло с моим отцом и с семьей нашей, это все остается. Чувство вины, оно всегда присутствовало. И самое главное, только надежда была на самого себя. Самое главное, что это не озлобило нас. Наоборот, это дало возможность где-то понимать людей, чувствовать людей в любых обстоятельствах. Я в Баку приехал в 1957 году после учебы. Здесь же в 1958 году состоялся съезд, и меня избрали заместителем председателя Союза художников Азербайджана. И я втянулся вот в эту общественную работу. В 1973 году в Москве, я будучи делегатом от Азербайджана на съезде художников СССР, меня избирают на пост первого секретаря Союза художников. Это я не уехал из Баку, меня избрали там. Когда говорят, вот он уехал, это не про меня. Это не про меня. С фактой у меня дипломная работа была. Ремонтики были написаны, связаны вот с моими чувствами, вот проведены на нефтяных камнях. Месяц-два я жил среди этих людей. Какие там краски могут быть? Суровые краски, суровая жизнь. Вот у меня портрет нефтяника, у него был красный муштук. Из-за этого красного муштука я и написал этот портрет, потому что вот сочетание лица темного и этого красного дало решение. Вот соединение черного, белого и небольшой дозы красного, она дала, видимо, акцент какой-то, и все это состоялось. Вот внизу у меня в мастерской висит этюд с натуры, который я сделал с корабль фасовича. И я был у него дома, я пришел с холстом, с красками, и он мне позировал. На фоне рояля, когда он сел обыкновенно, это меня не устраивало, я попросил тогда его, может быть, корабль фасов у вас есть, белый свитер? И он сказал, да, есть, но, говорит, Татьяна Николаевна мне выдает их по праздникам. И когда он надел свитер, знаете, все состоялось. Черный рояль, здесь белый свитер, и вот эта пружинистая спина. На рояле лежали ноты какие-то, и там красная полоска. Но я замерял эту работу потом по золотому сечению, по математике. Видимо, по чувству, я сделал один к одному. Про сараповича, это в другом ключе я сделал портрет. В 98-м году я здесь вот познакомился в Баку, я ходил на его мастер-классы. Вот, и потихоньку я работал. Знаете, делал какие-то наброски. И потом я его попросил, и он мне позировал. Позировал. Вот здесь вот набросок, первый набросок этого портрета. Я писал вот портреты выдающихся людей, вот Дмитрия Шостаковича. Замечательный вот портрет моего друга Бориса Ефимова. Вот я писал портрет нашего замечательного поэта, сатирика, Мирза Аликфер Сабира. Вот. Я писал портрет Расула Рзы. И я дружил с Викретом Амировым. И было прекрасно, что я написал его портрет. Кара Караев в белой рубашке, а он в красной. Вот этот балет, который мы недавно создали, и это было приятно. Общественная работа, она всегда меня обогащала. Это встреча с людьми, это поездки, это знакомство с новым миром. Все это очень интересно. И все это играет, оказывается, роль. Каждый человек держит вот этот вот баланс между делами своими, творческими, и между общественными встречами, которые происходят у него в жизни. Нельзя так думать, что если я не пойду на какое-то общественное мероприятие, то я что-то большее создам. Не бывает такого. Я иногда ухожу, и надолго, и недели, месяцами вы не сможете меня найти, потому что идет творческая работа, и серьезная. Поэтому в этом плане я хочу сказать, надо умело совмещать это все. вот этот портрет, который здесь висит, вот я в прошлом году написал. Варвара Ханон, моя супруга, и я сделал с нее набросок, и этот набросок потом увеличил. В новом качестве я ее вижу, ну, какой-то или классика интересная, или само движение, знаете, необычное. Женская красота вечную тему. Вечная тему. И эта женская красота относится к категории вечную. Прикоснешься, я думаю, можно потерять и интерес. Поэтому в этом отношении это прикосновение для того, чтобы узнать и почувствовать. И, видимо, вот это вот понимание формы, понимание красоты природы. Это великая задача. Я исхожу из этих позиций. Годы уходят, и, откровенно говоря, иногда думаешь, вот общественная работа, творческая работа, вот это вот, как это совместить. Но, я вам скажу, нужны были какие-то моменты осмысления пройденного пути. Нардаран стал родным местом, родным местом. Я каждое лето, начиная с 73-го года, каждый год приезжаю сюда на 2-3 месяца. Я здесь работаю, мне здесь комфортно. Я другого отдыха не представляю. рыбаки, море, люди, окружающий пейзаж, все это привлело для меня огромную церковь. Огромную церковь. Здесь появились у меня друзья, замечательно. Я делал стихонаброски, я делал стихонаброски, картины, я писал здесь натюрморты. И вы знаете, этот целый мир открылся для меня совершенно какой-то необыкновенный и серьезный. И какая-то линия творчества пошла. Слово Нардаран в Москве знает по моим произведениям. Портреты представителей фауны. Это интересно. Вы знаете, когда начинаешь приглядываться вот к цветам, к формам, вот к созданию природы, когда начинаешь вглядываться, ты видишь насколько мир богат. мир богат. Музыка Нельзя каждый раз опрокидывать палитру на холст. Каждый раз. Редактор субтитров Корректор А.